Поехали! Привет всем любителям птиц! Сегодня я вам расскажу такой интересный рассказ о меде и вообще о продуктах пчеловодства. Потому что мед и продукты пчеловодства, то бишь пыльца в нашем деле вообще вещь незаменимая. Раньше в архивах можно было найти такую историю, когда все старые авторы в тех времен указывали, что мед очень полезен для здоровья и для иммунитета птиц. Ну и я как раньше скептически к этому относился, посмеивался, думал, что даже напридумывали всякие ерунды. Потом как-то я наткнулся вот кстати можете тоже это проверить, у Пригородова есть такой рассказ, как синица сидит возле ульев, ловит пчелок, питается пчелами и тут меня осенило, вот просто осенило. Думал, как же я раньше до этого не догадался. Ведь действительно, любая пчелка, любое насекомое является естественным опылителем растений. Соответственно, она ползает, что делает? Она ползает по цветку, на одном посидела, на другом, она его опыляет и на лапках, на крылышках налипает пыльца. А охотясь на пчел, там, например, щурки, синицы, ну много птиц охотится, пчелы, стрекозы, шмели. Когда они охотятся, они все равно потребляют вот эти вот продукты от пчеловодства, которые входят в состав этих продуктов, входят в мед. И тогда я решил уже на практике проверить, насколько это работает. И действительно, я стал давать мед, стал давать пыльцу, и иммунитет птиц повысился просто в разы. И вы это можете сами проверить. Если раньше вы не давали мед и продукты пчеловодства, а потом станете давать, то вы сами увидите и сами ощутите, ну, насколько разно. Это просто как день и ночь. Значит, выдумывать как бы не надо особо ничего. Вот есть уже, например, в Европе вот такие вот готовые уже штучки для меда. Их у нас можно по интернету заказать, там, в интернете полазать, наверняка найдете. Вот. Это чтобы ничего не придумывать. То есть вот уже готовый дозатор, и он вставляется между прутиками и защелкивается. Вот. Сюда вы просто берете мед. Кстати, мед, вот мне нравится, я в Европе покупаю такой, он уже в тюбиках. У нас я на нашем рынке такого вот не видел. Единственное, что вот удобство. Вот все, настолько все продумано. Просто открываешь и из тюбика наливаешь. Мед. Вот как вы видите, у меня меда тут уже немного, потому что я постоянно им пользуюсь. Вот. Налил, закрыл. Вот видно, да? Вот он в дозаторе. Вставил между прутиков. И в зависимости от того, сколько населения вашей клетки, то есть поедаемость, там, может быть, от трех дней до недели. Потом просто берете и заполняете заново. Ну, такую штучку вы можете, например, изготовить из пластиковой там пробки от бутылки. Взять пробку, прикрепить из проволочки крючочки к ней приделать. Ну, вот вам тоже дозатор, например, такой изготовленный в бытовых условиях. Ну, вот последнее вот достижение такой, скажем, орнитологической техники. Вот мне очень понравилось. Там я сразу штук 20 их заказал. Вот, очень удобно. втыкать. Можно вот обычный мед вот в таких расфасовках покупать. Просто вам придется ложкой брать ложку, ложкой накладывать, а ложка вот тянется там. Ну, неудобно. Поэтому мне вот эти бутылочки очень нравятся. Это в плане, только как в плане удобства. Так-то ничем не отличается. Вот. Значит, о меде. Мед получается у нас крайне полезен для всех насекомоядных птиц. Запомните, не столько для зерноядных, для зерноядных нужно будет другой, я вам потом расскажу. Вот. В основном для насекомоядных. Практически все насекомоядные птицы с большой жадностью, с большой охотой будут у вас употреблять мед. То есть вам там специально приучать их не нужно. Но бывает какой-то маленький процент птиц, которые все-таки отказываются употреблять мед. Ну и тогда можно что сделать? Взять в руку, да, птицу, раскрыть клювик и со шприца, ну так вот, буквально там пару капелек закапать птицы в клювик меда. Ну и тут тоже есть ситуация, бывают такие птицы, которые в руку брать ну никак нельзя, они стрессовывают, понимаете, там перо падает. И что делать? Вот если такая у нас ситуация, мед она не ест, в руку вы взять не можете. Не, ну можете, конечно, но нежелательно. И вот тогда приходит на вылочку медовая вода. То есть вы берете поилку, там 50 грамм, чайную ложку меда, разбалтываете, вставляете в прутики и тут уже наверняка птица эту воду попьет. Вот. Но, соответственно, концентрация там меда уже будет меньше, чем продукт даете неразбавленный. Вот. Но это вот на крайний случай такие проценты бывают, просто чтобы все ситуации знали. Если попадается такая вероятность, что птицу и в руку не взять и отказывается она мед есть, тогда вот медовая вода. А так желательно мед натуральный, неразбавленный ничем. Вариант с пыльцой. Ну, знаете, что такое пыльца, она продается на базарах, она продается в специализированных магазинах, можно у пасечников ее достать. У меня сейчас просто ее нету, так бы я вам показал. тоже ходовой товар. Также берете точно корма, как я вам показывал, в каком-то ролике демонстрировал, как кантоксинам присыпать зерно. Также этой пыльцой присыпаете просто зерно, либо мучника, там, червей, берете, просто присыпаете вот этим пыльцой и даете птицам. И они, значит, они все это поедают. И есть такой тоже вариант, когда вы берете паилку, наливаете ее водой, берете щепотку пыльцы, кидаете в паилку, закрываете, разбалтываете и вставляете между пыльцами. Вот. Это что касается пыльцы. Значит, про мед я вам объяснил, про пыльцу я вам сейчас сказал, и расскажу сейчас вам о зерноядных птицах. Что же делать с зерноядными птицами? А для них необходимо давать кленовый сироп. Вот сейчас на российском рынке он только-только стал появляться, раньше его не было, я привозил тоже из-за границы. Вот этот чисто канадский сироп, его надолго хватает. И нужен он только в период весенний, когда, особенно, когда идет пора, сок гонится на улице, сокодвижение начинается, тогда необходим кленовый сироп. Почему? Потому что именно в этот период синицы, помползни, щуры, клесты, практически любая зерноядная птица поедает почки. И вот вместе с соками, с кленовым соком попадает кленовый сироп. И вот именно в этот период для иммунитета птиц необходимо давать кленовый сироп. Точно так же наливаете в такой же пропорции. Насекомоядной птице кленовый сироп не нужен, только зерноядный. Вот, в то время как зерноядный, в то время как насекомоядный нужен наоборот мед. То есть кленовый сироп, запомните, насекомоядки давать не надо, это абсолютно не нужно, это для зерноядки. Вот, и когда вы будете проделывать вот такие вот манипуляции, для зерноядки давать сироп, а для насекомоядки давать мед и пыльцу. Ну, мед можно и пыльцу давать и зерноядкам, хуже, конечно, не будет, но вот такую градацию запомните. Мед, пыльца для насекомоядки, кленовый сироп, для зерноядок сиропа. Вы увидите сами, насколько повысится ваш иммунитет, особенно для тех ребят, кто держит дома синиц. У вас отбраковка синиц практически сведется к нулю. И все потому, что вы будете давать кленовый сироп, а поскольку синицы и зерноядные, и насекомоядные, то, соответственно, им по весне надо давать кленовый сироп, а все остальное время им нужно давать мед с пыльцой. И сами увидите и потом мне скажете, насколько изменилась длительность жизни ваших птиц, синиц, клесток, щурок, если вы будете следовать вот этому вот правилу. Всем удачи, все, я спать устал, пока.